Последние исследования показали, что по составу полезных веществ луковая шелуха намного превосходит сам лук, с давних пор ее отварами восстанавливали печень, убирали спазмы и боли при кишечных желудочных заболеваниях. Позднее микстуры на основе луковой шкурки стали применять при лечении аллергии простуд, воспалений слизистой рта и бронхитах. Луковая шелуха состав. По народным рецептам шелуха лука используется как природный антисептик, но отвары и настои обладают еще и тонизирующим эффектом, помогают пополнить запасы энергии, снимают усталость. Благодаря своему химическому составу шелуха помогает восстановить работу сердца легких и сосудов, убирает запоры, оказывает мочегонный эффект. Что содержит луковая шелуха? Каротин-антиоксидант налаживает работу нервной и сердечной систем. Витамин В улучшает деятельность мозга. Витамин Е замедляет старение. Аскорбиновая кислота укрепляет иммунитет. Фруктаны положительно влияют на микрофлору кишечника, снимают воспаление. Кверцетин предупреждает повреждение клеток свободными радикалами. Клетчатка не дает образовываться запорам, очищает кишечник. Фитонциды уничтожают бактерии, улучшают работу сердечной мышцы. Флавоноиды-антиоксиданты укрепляют сосуды. Калий, фосфор, железо, кальций налаживают работу организма. Луковая шелуха от повышенного давления. Исследования ученых доказали, что хорошо помогает шелуха лука от давления. Основное воздействие на сердце и сосуды оказывает каротин. При резких скачках гипертонии эффективны спиртовые настойки и отвары, их можно пить и для профилактики. Такие микстуры снимают нагрузку с сосудов, оказывают легкое бодрящее действие при упадке сил. Рецепт настоя при высоком давлении. Ингредиенты. Шелуха 4 столовые ложки. Вода 700 мл. Приготовление, применение. Шелуху залить теплой водой. Проварить 5 минут, не доводя до кипения. Перелить в термос. Настоять 1 час. Процедить. Пить порционно после еды, по 200 мл в сутки. Курс рассчитан на 2 недели.